В нашей передаче «Помогать легко» мы продолжаем знакомить вас с Центром мобилитации «Любимый малыш» и благотворительным фондом «Особенные дети». Благодаря гранту президента Российской Федерации и субсидии Министерства труда Республики Башкортостан в Центре совершенно бесплатно прошли курс лечения уже 13 детей. Среди них оказалась и малышка Ясмина. Ясмина родилась у нас с нераскрытыми легкими. Мы лежали в роддоме под аппаратом ИВЛ трое суток, у нас была пневмония. Потом нас перевели в УПН, где нам вылечили пневмонию, но поставил невролог миотонический синдром и гипоксическое поражение Центральной нервной системы. Потом мы, когда выписались с больницы, мы ходили к нескольким еще специалистам-неврологам, к сильным в УФЕ. И они нам еще к этим диагнозам поставили под вопросом диагноз спинальную амитрофию. Мы с мужем не знали, как быть, куда пойти, где лечить, кто нам поможет. И хорошая знакомая нам сказала, что есть такой центр в Деме, абилитационный, любимый малыш, куда мы сразу же позвонили, нас приняли на консультацию. Фарузама Наваровна нас посмотрела, сказала, что будут нас лечить. Здесь нас приняли очень хорошо, здесь работают люди с большим сердцем. Специалисты своего дела, они знают, как поддержать родителей, как помочь. И нас поверили, и мы как бы поверили в них. Поэтому у нас появился стимул и цель вылечить нашу дочку, поставить ее на ноги. Жалобы были на то, что ребенок отстает в психомоторном развитии. Они первый курс в возрасте одного месяца прошли за свой счет. А потом, поскольку была необходимость, ребенок в группе риска, и мы взяли ребенка на лечение по гранту. Мы не говорим, что ребенок безнадежно больной, мы не говорим, что ребенку ничего не поможет. Мы с любым ребенком стараемся заниматься. И обучать навыкам, прививать навыки. И то же самое мы делаем с нашей этой девочкой. С ней занимается психолог, с ней занимается логопед-дефектолог. Массаж ей проводит, ЛФК, физиолечение. После первой абилитации мы уже увидели, что у дочки начали подниматься ручки, ноги. То есть она стала более активная, она начала улыбаться, к чему мы были, конечно, очень рады. И поэтому мы решили пройти еще второй курс, где нам добавили еще лечебную гимнастику. Тоже результаты видим уже на восьмой день. То есть она стала лучше удерживать голову, начала гулить, удерживать игрушку. То есть, ну, видно результаты сразу у нас вот. Раз, два, три, четыре, пять, червячки пошли гулять. Вдруг ворона прилетает, головой она кивает. Вот и завтрак, и обед. Глядь, а червячков уж нет. Где? Убежали, 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 убежали. Сейчас она уже более активно себя ведет. Она узнает уже не только маму, уже и некоторых специалистов, реагировать на нас начинает. Потихонечку даже улыбаемся. Это очень хороший признак. Значит, ребенок хочет вступать в контакт и общаться со взрослым. Сейчас с ребенком учимся науку переворотов. Мы также привлекаем игрушкой, чтобы у нее она уже зрением ловила, вот, и совершила полностью переворот. В принципе, ребенок справляется с переворотом. Также мы проведем сейчас рефлекторный переворот. Ребенок вот немножко плачет. В принципе, у нее не истерика, она все воспринимает хорошо. Вот, все упражнения, все нагрузки, она нормально адаптировалась к нагрузкам. У нас здесь идет общая укрепляющая гимнастика. То есть мы работаем над установочными рефлексами. То есть ребенок должен у нас хорошо научиться держать голову. Вначале вот она мы фиксировали, держала максимум 40 секунд. Сейчас около минуты-полторы она уже держит голову. К нам обратилась мама с вопросом общего развития ребенка. Недоношность была совсем небольшая, но физическое, скажем, отставание какое-то наблюдалось. Оно было незначительным. Мы хотели бы, скажем, укрепить этого ребенка и развить какие-то, скажем, особенности, которые, согласно возрасту, должны быть к этому моменту у ребенка. Занимались мы хенд-терапией. Также были занятия с мамой по развитию, скажем, ее каких-то внутренних способностей и восприятия ребенка. Но в отношении хенд-терапии это развитие головного мозга, да, когда через руки идет сигнал головной мозг, и ребенок научается ощущать, скажем, свои какие-то восприятия, да, через массаж ладошек и пальчиков в том числе. Используются и мячики, и различные по текстуре материалы. Это могут быть и мягкие ткани, могут быть колючие шарики. Для суджога колечки, да, я использую. Деревянные массажеры, массажеры из натурального камня. Также я включаю по ощущениям холодные и теплые предметы. Для деток все это несет информацию, и я вижу результат, что мозг реально развивается, интеллект у ребенка повышается. Сейчас мы можем констатировать смело, что ребенок по возрастной категории находится по развитию согласно возрасту 4 месяца. К нам можно попасть, к нам можно подойти просто самостоятельно, позвонив предварительно по нашему телефону. Можно позвонить на нашу горячую линию, и тоже вас запишут на прием к специалисту. После этого приходит, мы смотрим ребенка и определяем, нуждается ли ребенок в абилитации. Если он нуждается, то мы его стараемся взять в зависимости от возраста, мы его стараемся взять именно за счет средств гранта. Конечно, они не безграничны в нашей возможности, но пока, в общем-то, все, кто к нам обращался, они все прошли за счет средств гранта президента Российской Федерации или субсидий Министерства труда и соцзащиты. Кстати, по субсидии Минтруда Республики Башкортостан мы заявили детей маловесных, недоношенных от 600 до 1,5 кг. Это самая большая группа риска детей, которая дает самый большой процент инвалидизации. До 50% этих детей становятся инвалидами. Сейчас на лечение уже мы принимали больных из Москвы, приезжали из Челябинской области, вот на понедельник записались в Новосибирске, Краснодар. Людям, знаете, кажется, что вот где-то там-то вот все вот лучше и хорошо. Им кажется, что и в Москве помогут, в Казани, в Челябинске, там в Китае помогут, там еще где-то. Знаете, вот что нас отличает от других? Во-первых, мы смотрим на ребенка. Мы лечим не только ребенка, мы воздействуем еще и больше, наверное, через родителей. Нужно знать этапы становления ребенка. Не получив первый этап, мы не можем заставить ребенка ходить, сидеть или еще что-то сделать. Но очень часто, к сожалению, приходится сталкиваться с той ситуацией, когда ребенка, который еще даже не переворачивается, его ставят на ноги. Это преступление. Я считаю, что это преступление. Поэтому мы сейчас и хотим организовать и обучение специалистов, и врачей обучать, и психологов, и логопедов, и неврологов, и специалистов по ЛФК, потому что ситуация пока не очень хорошая складывается. Нельзя на детях ставить крест. Нет у нее обучаемых детей. Любому ребенку можно помочь. Да, может быть, вылечить нельзя, но помочь-то можно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова